Сегодня среда, 30 марта, студийные часы показывают ровно 18.00 и, как всегда, в это время информационный выпуск новостей в прямом эфире 7 канала. В студии Максим Малынов. Здравствуйте. Под Одесской областной прокуратурой прошел митинг в поддержку Давида Сакварелидзе. В акции приняли участие около 100 человек, а свои требования к представителям власти пикетчики изложили на надписях на транспарантах. Подробности далее в сюжете. Под зданием областной прокуратуры около сотни человек. Большинство из них пришли поддержать Давида Сакварелидзе, уволенного вчера с должности заместителя генпрокурора и прокурора Одесской области. Реально пришли сегодня поддержать ту прокуратуру, которую мы сегодня знаем. Та прокуратура, которая начала работать не вовсю. Им никто не даст сегодня, в данный момент, работать на полную силу. И, тем не менее, они сделали первые шаги. По словам митингующих, вслед за отставкой последовали провокации в отношении Сакварелидзе. Вчерашнее задержание якобы областного прокурора Александра Мадебашвили, которого считают членом грузинской команды, было, на мой взгляд, связано именно с тем, чтобы дискредитировать грузинскую команду, потому что Александр Мадебашвили не является членом грузинской команды. И он длительное время проработал в Приморской прокуратуре. И буквально 16 марта был переведен в областную прокуратуру. Заместитель главы обл. администрации Саша Боровик заявил, что их команда ждет от президента восстановления Сакварелидзе, когда назначит нового генпрокурора. Представить себе нашу команду, действующую без Сакварелидзе, очень тяжело. Потому что прокуратура держит ключи к тому, для чего мы сюда пришли. Мы пришли разобрать тот какой-то сложный, мафиозно-криминальный, бюрократический, коррупционный узел, который здесь сплелся за 25 лет. Акция продлилась около часа, после чего митингующие направились на следующее мероприятие к Горсовету. Александр Полуев, Валентин Мирза, 7 канал. А тем временем Давиде Сакварелидзе вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос по делу об исчезновении 2 миллионов долларов. Об этом заявил сам экс-заместитель генпрокурора на своей фейсбук-странице. По его словам, звонил старший следователь управления по расследованию особо важных дел генпрокуратуры Дмитрий Сус и пригласил прийти на допрос в пятницу, 1 апреля. Этот сам ИСУС несколько дней назад под угрозой предъявления подозрений, имея на руках разрешение на проведение обысков, шантажировал работников Генеральной инспекции и склонял их к сотрудничеству, дабы получить ложные показания, которые впоследствии должны были быть использованы на брифинге с целью дискредитации меня и нашей команды. Отмечу, американские и европейские партнеры выделяли генпрокуратуре 2 миллиона долларов на реформирование прокуратуры. Эти деньги так и не поступили на счета ведомства. Я без проблем приду на допрос и помогу следствию, а также четко объясню, как именно работает международная техническая помощь в том случае, когда есть доверие государственным институтам страны. К сожалению, до тех пор, пока идеология ГПУ будет глубоко шокенской, беспределу не будет конца. Ну а тем временем в Одесской областной прокуратуре представили нового руководителя. Им стал Николай Стоянов. До июля 2014 года он уже возглавлял региональное ведомство. Сегодня сотрудником прокуратуры Одесской области заместитель генерального прокурора Роман Говда представил нового прокурора области Николая Стоянова. В Центре поддержки общественных инициатив разработали изменения к закону Украины о государственном реестре избирателей. Сегодня предложения обсудили в Одессе и вскоре их будут обговаривать в других регионах страны и в частности в Киеве. Подробности об этом далее в сюжете. Неточности в реестре избирателей приводят к проблемам со списками, а в итоге к фальсификациям день голосования. Улучшить процесс создания и использования реестра решила всеукраинская общественная организация «Центр поддержки общественных инициатив». Специалисты разработали поправки, которые в будущем помогут избирателям не нарушать закон. Мы рекомендуем в Верховной Раде законодавцу принять закон, который откроет всем субъектам выборчего процесса возможность до публичного контроля. Далее мы говорим про очень интересный сервис, который имеет название «Усобистый кабинет выборцев». Который позволит каждому избирателю контролировать правильность своих данных накануне выборов. Предложения по усовершенствованию закона о реестре избирателей сегодня обсуждают не только в Одессе, но и в других украинских городах. Рекомендации просят у местных экспертов. Понравилось несколько вещей. Прежде всего это то, что уточняется возраст избирателя, с которого он имеет право голосовать на дому. В этом законопроекте предлагается этот возраст установить с 80 лет. Поправки касаются и вынужденных переселенцев. Разработчики предлагают привязать адрес избирателя к месту проживания. А еще рекомендуют прилагать фото к его информации. Это позволит в будущем задуматься о создании электронных карточек избирателей. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что в избирательном законодательстве на сегодня существуют более серьезные проблемы. Например, двойное и нелогичное подчинение сотрудников отдела ведения государственного реестра избирателей. Эти структуры и эти люди, они, условно говоря, на шпагате. Потому что, с одной стороны, формально реестр избирателей – это система, которая подчинена Центральной избирательной комиссии, администрируется ею. С другой стороны, эти люди физически находятся в штате местных органов власти. В апреле поправки обсудят с депутатами Верховной Рады. Далее они войдут в законопроект, который, по ожиданию разработчиков, будет принят. И к другим темам нашего выпуска. Одесский припортовый завод продадут уже летом. Аукцион на приватизации будет объявлен во второй половине мая. А сама продажа пройдет в июне, сообщил глава фонда госимущества Игорь Белоус. На сегодняшний день 10 покупателей международных компаний изъявили желание принять участие в торгах. Всего в текущем году фонд госимущества планирует провести приватизацию 45 компаний. Для одного из самых больших архивов Украины хотят построить многоуровневую пристройку на улице Пироговской, 29, где находится одно из хранилищ. А вот старое помещение Ножиковского, 18, уже не отвечает никаким нормам. И документы там под большой угрозой. О большом переезде архива смотрите в следующем сюжете. Новый корпус хотят строить с тыльной стороны архива на Пироговской, 29. Это территория автопарка облсовета. Всего планируют 7 уровней. 6 этажей замет хранилища, 1 рабочие кабинеты сотрудников. Хранилище, которое в 6 уровнях будет построено с учетом технологии современных передвижных стеллажей, будет вмещать более 46 тысяч единиц хранилища. Место для нового корпуса на территории именно автохозяйства, а не фасадной части, выбрали специально. По сути, этот участок как резерв на будущее. Если появится госфинансирование, можно рассчитывать на вторую очередь. И тогда места хватит еще лет на сто. Мы готовим сейчас пропозиции, спорно с архивом, по покращению ситуации с государственным финансованием. Это будет через некоторый час после того, как проект будет подготовлено, надано в Киев на рассмотрение. И сподеваемся, но не уверены, что такие решения Киев все же приймет. О дате начала работ пока не говорят. Сессия облсовета, на которой выделят финансирование на строительство, пройдет в середине апреля. Потом несколько месяцев на экспертизы и проекты, а после процедура торгов. Скорее всего, стройка начнется через полгода. По укрупненным показателям, с учетом оборудования, мы попросили у финдепартамента цифру в 20 миллионов гривен. Сейчас в старом здании Ножуковского, 18, откуда архив будет переезжать, находится 39 тысяч коробок с бесценными документами. Новые поступающие материалы девать некуда, их не принимают с 1985 года. Ситуация критическая. Более того, директор архива считает, что даже переезд не решит проблему с вместимостью. Если смотреть на перспективу развития архивного дела в нашем регионе, то мы уже сегодня должны стратегически принять решение, какие будут следующие наши шаги. Если мы не сделаем этого, то, поверьте, через год, через два наступит коллапс, и мы не сможем выполнять функции государственного архива. По словам директора архива, для решения всех проблем однозначно необходимо госфинансирование. Ну а пока проводятся геологические изыскания там, где будут строить. На этой неделе документацию о строительстве подадут в управление архитектуры, чтобы получить первичные разрешения. Анастасия Симонова, Алексей Барановский, Седьмой канал. Стрельба возле автовокзала. Накануне вечером было совершено покушение на юриста компании, которая занимается пассажирскими перевозками. Неизвестный подбежал к автомобилю мужчины и дважды выстрелил в окно из пистолета Макарова. В заднем боковом стекле остались следы от пуль. Водитель не пострадал. В свою очередь юрист из своего травматического оружия, которое на него зарегистрировано, совершил также один выстрел. И в результате никто не пострадал, а злоумышленник, бросив оружие, скрылся в неизвестном направлении. Ну и сейчас правоохранители ищут злоумышленника. Приморский районный суд конфисковал турецкую рыбопромысловую шхуну Зор и орудия лова в пользу Украины. Также капитан должен уплатить штраф 102 тысячи гривен. Напомню, судно было задержано в экономической зоне Украины. Пограничники обнаружили на борту следы незаконного лова Камбалы-Калкана, который сейчас идет на нерест. Год назад Зор уже задерживали по этим же причинам. Тогда из-за браконьеров погибли два дельфина. Приморский районный суд тоже выносил решение о конфискации шхуны, однако апелляционная инстанция отменила этот вердикт. Владелец выплатил штраф и компенсировал расходы пограничников. Десятки сирот в Одессе оказались за порогами общежитий и соццентров. Им некуда идти и некому обращаться за помощью. В свои руки вопрос взяли правозащитники, активисты общественных организаций. Они решили самостоятельно помогать каждому отдельно взятому подростку, оказавшемуся бездомным, бороться за свои права. Все подробности у Юлии Федоровой. Александр никогда не видел своих родителей и все детство провел в домах-интернатах. Сегодня он оказался на улице, хотя уже давно должен жить в квартире, положенной сироте по закону. На данный момент я нахожусь под открытым небом. Я живу в подъезде, люди могут подтвердить. В прямом смысле. Когда позавчера был дождь, я к вам обратился хотя бы на ночь переночевать. Я был полностью мокрый, тек. И вы мне отказали полностью. Сегодня Саша вместе с правозащитниками пришел проситься обратно в общежитие. Но его не берут. По уставу срок пребывания в социальном центре в Лузановке ограничен. После трех месяцев так называемой реабилитации сирот отправляют в свободное плавание. Согласно положению, мы с клиентом заключаем договор на три месяца. По окончании этих трех месяцев договор автоматически расторгается за истечением срока действия. Клиент покидает центр и перестает быть клиентом. Точно в таком же положении, как Саша, оказались сотни ребят в Одессе и области. Попадая на улицу, они остаются ни с чем. Без образования и опыта работы сироты не могут найти хорошую работу и сами себя прокормить. В интернатской системе образование неважно, мягко говоря. И в системе ПТУ нету таких профессий, которые бы могли позволить человеку зарабатывать столько, чтобы можно было прожить, снять квартиру, купить еду и так далее. Программа по обеспечению сирот жильем в Одесской области стартовала в 2013 и закончилась в 2015 году. И если раньше из ста сирот хотя бы один мог претендовать на свои квадратные метры, то сегодня процесс приостановлен. Программы никакой просто нету, Одесской областной или целевой какой-либо, ее просто нет. Программа, которая была в 2013-2015, она уже закончилась. И за последние полгода 2015, по второе полугодие, было предоставлено больше 80 объектов жилой недвижимости в собственность для детей и сирот. В этом году вообще не предоставляется ничего. Сейчас в листе ожидания на свое жилье в Одесской области стоит больше двух тысяч сирот. В мае месяце из интернатов выпустят еще несколько сотен юношей и девушек, у которых нет ни родителей, ни жилья. Их судьбы тоже остаются под вопросом. Юлия Федорова, Евгений Руденко, 7 канал. Долгожданная вакцина БЦЖ теперь есть в наличии. Этой прививки не было в Украине два с половиной года. Для Одессы закупили 50 тысяч доз. Это покроет потребности города, как минимум до конца текущего года, а также позволит привить всех детей, которые пропустили плановую прививку. Больше об этом знает Ирина Стрябко. Двойняшки Анна и Анастасия сегодня прошли пробы на Монту. Завтра им сделают прививку БЦЖ. Мама девочек Марина Григоренко рассказывает, детям уже четыре с половиной месяца. Когда они родились, вакцины не было. Новость о том, что препарат есть в наличии, очень обрадовала женщину. Я за все прививки. Я сама медработник, сотрудник этой поликлиники. Поэтому мое мнение таково. Когда я училась, нас так учили, что все прививки важны, поскольку это все иммунитет, соответственно, здоровье. БЦЖ – это вакцина от туберкулеза. В Украине ее не было два с половиной года. По словам чиновников, проблема заключалась в том, что раньше все препараты закупались централизованно за счет государства. Теперь же вакцину будут закупать на местах. Благодаря тому, что в Одессе существует коммунальное предприятие «Одесса Фарм», мы смогли, не нарушая законодательство, закупить вакцины БЦЖ. Мы работаем с фармацевтическими компаниями, которые могут по единоразовому разрешению кабинета министров ввести на территорию Украины иммунопрофилактические средства. По словам исполняющей обязанности главврача детской поликлиники номер 7 Натальи Райлян, в ее медучреждение поступило 3200 доз БЦЖ. Такое количество препаратов хватит, чтобы привить всех ранее невакцинированных детей. Есть все документы, срок годности ее до 2017 года, поэтому вакцина очень хорошая, хорошего качества, и все дети могут получать вакцинацию. Обязательная вакцинация всем деткам, новорожденным. Если нет в роддоме, то мы прививаем в поликлинике. Отбираем детки до двух месяцев, идут без реакции МОНТУ. После двух месяцев мы вызывали сначала на реакцию МОНТУ, а на третий день через 72 часа отбирались дети, и вчера было отобрано 55 человек, здоровых деток, родители с удовольствием пришли и получили вакцинацию. С БЦЖ вопрос решен. Однако педиатры говорят, что на данный момент в Одессе не проводится вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка. Ирина Стрябко, Евгений Руденко, 7 канал. Начать все сначала. Мать-одиночка из Донецка сумела открыть в Одессе свой бизнес. После многочисленных курсов и программ для переселенцев получила грант Международной организации по миграции. Теперь работает в своем собственном салоне красоты и помогает другим переселенцам. Подробности об этом знает наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Из Донецка в Одессу. Олеся к нам переехала в 2014 году, чтобы уберечь свою трехлетнюю дочь. Я ехала, как бы сказать, наобум. Просто собрала, взяла ребенка, два рабочих чемодана, компьютер и села в автобус и поехала. Выехала из города под взрывы. Было очень страшно. Было очень тяжело бросить семью, всех родственников, родителей. Остаться вообще одной. Первый месяц бесплатно жила в квартире одесской семьи. Свою снять не могла долго. Риэлторы отказывали переселенке с маленьким ребенком. В итоге нашла квартиру, работу и дочь в садик устроила. А после многочисленных курсов и тренингов открыла салон красоты. За свои сбережения и грантовые 2500 долларов. Прошла обучение, защитила свой бизнес-проект. И как бы в меня поверили, и мне дали грант. Благодаря чему я открыла гарсон, студию красоты. Открывая салон, я знала, что у меня будут работать переселенцы, потому что я в свою очередь уже испытала на себе, что помощь нужна в любом случае. В салоне работают две переселенки. Еще одной помогает продавать оригинальные хендмейд-украшения. Здесь Олеся почти все время. Иногда с собой берет дочку Полину. Я с ней везде вдвоем. В садике она в будни, на выходных она со мной на работе. И она все это видит, она все это впитывает в себя. Она пытается и макияж уже делать, и прически. Олеся учит этому не только дочь, но и клиента. В салоне проводит мастер-классы по макияжу. А еще активно участвует в общегородской жизни. В мае, как главный стилист, поможет провести парад невест. Екатерина Лапицкая, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Родители двух маленьких одесситок просят вашей помощи. Благотворительная ярмарка в поддержку Ангелины Боровской и Екатерины Тарнавской пройдет на Соборной площади 1 и 2 апреля. Там можно будет купить сладости, еще сувениры, украшения, игрушки, сделанные своими руками. Да и просто помочь тем, кто не способен потянуть лечение. Обеим девочкам нужны срочные дорогостоящие операции. Для Ангелины осталось собрать 20 тысяч долларов, а для Кати – 77 тысяч евро. Крайний срок для обеих семей – 16 апреля. И в пятницу, и в субботу ярмарка начнется в 10 часов утра. И пока на этом у нас все. Следить за новостями нашего канала, как всегда, можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Но если же вы стали очевидцем интересного события, в редакции узвоните по телефону 726-32-26. Итоги сегодняшнего дня подведем, как всегда, в 8 вечера. Оставайтесь на седьмом и будьте в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok